Друзья, это ответы на ваши вопросы. Сейчас эти ответы запишем. Вот ваши вопросы. Так, Ольга Лыкова. Константин Натанович, добрый вечер. Подскажите, Трамп не будет помогать оружием и не даст ленд-лис Украине? Раньше говорили, что он даст столько оружия, сколько нужно Украине для победы. Ольга, это вопрос уже решенный. Значит, позиция Трампа и планы, проект действий опубликованы. Я, по-моему, даже разместил эту статью, может быть, не разместил, это Майка Пантео и еще кого-то. Статья, и там очень четко сказано. Украине нельзя предоставлять оружие за счет налогоплательщиков. Украине нужно предоставить кредиты, на которые она сама будет закупать оружие и сама принимать решение, какое оружие ей нужно. Все ограничения по поставкам вооружений, вот те ограничения, которые вводил Байден, должны быть сняты. То, что сделал Трамп после Обамы. Обама ввел ограничения. Никакого смертельного оружия на территорию Украины. Поставлялись завтраки, обеды, форма, и то не всякая форма, там, бронежилеты, как вы знаете, не поставлялись, и из этого возникла серьезная проблема. Вот, так что здесь все в порядке. Волноваться не надо. Другое дело, что Трамп одновременно сказал, что он прекратит эту войну. Ее легко прекратить, ее сейчас можно прекратить. Она сама по себе прекратится, если там даже ничего не делать. Почему украинские каналы заполнили Конторский, Швец, Жернов, Пианковский, Яковенко, Фегин и прочие? Разве на британском радио в годы Второй мировой войны выступали граждане Германии и бывшие сотрудники СССР? Это на Швеца навек. Получилось так, что Зеленский оказался в заложниках у демократической администрации. И значительная часть его команды – это люди, которые были воспитаны, обучены институциями СССР. Сейчас я включу свет побольше, я забыла об этом. Оп, оп, ой, вот, теперь я и с этой стороны освещен, с правой от меня. Вот, и пропаганда украинская, ну, сначала очень такая гордая военная пропаганда, она должна присутствовать в воюющей стране. Она начала продвигать в том числе и установки демократической партии. Я всегда считался другом Украины. Битву, которую я выдержал, борясь за Зеленского, я просто не знаю примеров. Сотни парохомотов, которые там родовали меня, кричали. У меня специальный человек сидел, который их блокировал, уничтожал. Потому что с ними там по-другому нельзя было. Навязчивые мухи навозные. Вот, которые там Ежедовской мордой называли, как только не называли. Причем это благодарно за то, что я их и создавал. Я помогал Порошенковской команде создавать антипропагандистские структуры, которые при начале конфликта с Саакашвили превратились в пропагандистские. Вот, и они продвигали при Зеленском эти установки про демократические, демократической партии. Швец открыта, в отличие от Путина, в отличие от российской пропаганды, которая, ну, хитрее устроена по отношению к Трампу, к Байдену. Швец напрямую поддерживает Байдена. Не бывает бывших сотрудников КГБ, понимаете? Ну, но не бывает. Вот, по многим причинам. Пьянковский. Откровенно, открыто. Но тут другой случай, тут не ФСБ, тут просто старый человек в эмиграции. Ну, ему демократическая партия как-то помогала, видимо, я не знаю. Но потому как активно, агрессивно он занимается продвижением, занимался продвижением Байдена, демократов, как он активно топил Трампа, ясно, что это его призыв. Неужели не найдется кто-то, кто покусится на жизнь Трампа и прихлопнет его? Это Пьянковский сказал открыто, в эфире. Вот, кто там еще у нас? А, Яковенко, Фегин. Ну, тоже, понимаете, это же Ютуб в семнадцатом году, в восемнадцатом, в девятнадцатом. У меня до сих пор висит предупреждение в Ютубе от девятнадцатого года, от двадцатого, от двадцать первого предупреждение о том, что еще одно нарушение правил нашего сообщества. А нарушения правил состояли в том, что я откровенно писал о пропагандистской кампании, связанной с ковидом. Недостоверная медицинская информация. При чем здесь медицина? Я говорил о пропагандистской кампании, я говорил о действиях необоснованных, уже стало ясно, там, и этот, я забыл, там, и губернатор Ньюсом, все эти запреты его, все фейк, понимаете. И я хорошо понимаю, там, скажем, Фегина. Ну, это огромный канал, он просто существует за этим. Миллионные просмотры, это, значит, десятки тысяч долларов на прибыль. Вот, и ссорятся с демократической администрацией в этих условиях. Ну, совсем неразумно, понимаете. Ну, тем более, что, да, наши журналисты, российские, но они очень прагматичны. Ну, да, романтиков там нету. Понимаете, вот таких, которые есть у нас в политической системе, там, типа, Лерочкина, Водворской, ну, нет таких журналистов. Тем более, что они работали там многие на НТВ. Когда НТВ захлопнули, многие из них перешли на пропагандистские каналы. Самые последовательные защитники демократии. Ну, с другой стороны, ну, это нормально, правильно. Они работают, для них информационная среда – это работа. Ну, начали платить эти, которым нужна пропагандистская компания. Но они же не политики с другой стороны. Вот и эти тоже, те, кого вы перечислили, ну, бог с ними. Их нельзя назвать в полной мере сотрудниками Гестапо или СС. Не помню, как вы это сказали. Так, Игорь, знаете ли вы о чеченских блогерах-диссидентах? Есть ли вам что сказать? А я хочу сказать, Игорь, следующее. Я знаю, я внимательно слежу за всеми, за ними. Как вы понимаете, я не просто наблюдал ситуацию в Чеченской Республике во время Первой Чеченской войны, во время Второй Чеченской войны. Я участвовал и там, с Басаевым общался, и с Кадыровым старшим, по-моему, общался, когда он был сторонником Джохара. Я помню совещание, на которое меня позвал Джохар. Они решали там какие-то принципиальные вопросы. А, он меня позвал, я пытался вывести из Чеченской Республики двух священников, которых, как оказалось, убили. И убили структуры, имитирующие чеченское сопротивление, чеченскую оппозицию. Вот, я участвовал, и я не хочу, я боюсь, честно говоря, вмешиваться, потому что там есть свои разночтения, разногласия. У меня там, в друзьях, в союзниках, все, кто выступают против авторитарной России. А между собой они по-разному видят все это будущее, ссорятся, перетаскивают на свою сторону журналистов каких-то. Иногда обвиняют друг друга. Меня это расстраивает. И я не хочу даже вникать в эту проблему, кто из них, возможно, сотрудничает с Кремлем. Даже не хочу в них вникать. Поэтому я стараюсь. У меня было несколько предложений дать интервью по чеченской оппозиции. Я отказался. Я не хочу вмешиваться. Пусть они сами разбираются. Фалкон. Когда распадется РФ, распадется НЛИ за пять лет. Ну, смотрите. В 25-м году приходит к власти Трамп. Начинать войну с Путиным, с РАНом он не захочет. А нецивилизованное поведение России и Ирана и Северной Кореи при демократах, конечно, оно не прошло незамеченным для Трампа. Он будет предпринимать усилия, чтобы успокоить, привести в порядок, в норму, успокоить эти режимы. Ну, вот я уже упоминал эту статью Пампео, Майка Пампео, бывшего госсекретаря Трампа, видимо, и будущего, и бывшего директора ЦРУ при Трампе. Вот в этой статье изложен в том числе и план, ну, фактически размораживания бизнеса, связанного с энергетическими сырьевыми ресурсами. Если это произойдет, Соединенные Штаты станут опять страной-экспортером нефти, и рынок очень сильно изменится, и доходы Путина не будут такими большими. И Соединенные Штаты просто перестанут платить Путина за энергоресурсы. Сегодня платят очень много, и европейцы платят. Я думаю, Путин, то есть, я думаю, что усилиями Трампа Путин будет получать меньше, значительно меньше за энергетические сырьевые ресурсы. Вот, и начнется процесс окукливания. Значит, мы с вами увидим это как подтягивание щупалец. Из разных регионов мира начнут выходить группы Пуштых финансировать нечем будет. Из Венесуэла, по-моему, в последнюю очередь, потому что в некоторых случаях это коммерческий проект. В Центрально-Африканской республике, Венесуэле. Они там зарабатывают деньги. Вот, но подтягивание начнется. И, понимаете, у компании на рынке, вот если ее акции падают на 5%, если ее доход компании падает на 5-10%, это катастрофа для компании. Потому что, я уже приводил этот пример много раз, потому что рассчитаны, настроены на определенный доход структуры, при падении дохода, вот, ну, в микроскопическом падении, ну, относительно малом, они вызывают очень сложный переходной процесс. Приходится перестраивать не отдельные части проекта, а весь проект целиком. Вот, а то же самое произойдет с Россией. То есть падение там на 10-5-10% стоимости нефти. Серьезная, серьезный ущерб экономики, власти, влиянию власти. А на падение на 40-20-40% на 60% цен на нефть – это катастрофа. Не будет уже денег поддерживать жизнедеятельность регионов. И это значит, что регионы будут заявлять о своей независимости, самостоятельности. И уже автоматически придется тратить средства немалые на поддержание этой стабильности, безопасности внутри России. Сегодня они тоже тратятся, но не на том уровне, на котором придется их тратить, когда возникнут опасности. Ну вот, события в Хабаровске, да, например. Это же события, которые потребовали привлечения огромных ресурсов, там, как это говорилось тогда, за закидать пожар деньгами. Это привлечение силовиков, мобилизация каких-то проектов, деньги. Поскольку их будет меньше, ну, начнется этот процесс ослабления власти. А начавшись, остановить его уже невозможно. Именно с этим связано то, что они сегодня очень серьезно и глубоко исследуют, думают над альтернативными проектами выживания. В разных формах, разными способами. Там, привлечения к власти, там, дочерей. Тоже один из проектов, кстати говоря, выживания. Так. Чтобы противостоять пропаганде, нужно просто не врать. Никита Мелуманес. К сожалению, нет. Понимаете, степень проникновения эффективности пропаганды так велико, что вот нейтральное отношение к пропаганде, я это вижу на примере очень многих умных, сильных экспертов, общественных деятелей России, или просто русскоговорящих, которые подвергаются воздействию этой пропаганды. и даже не понимая иногда этого. Начинают повторять пропагандистские установки, которые внешне имеют форму там, оппозиционную. Ну вот, проект Навальный. Навальнисты. Ну это огромный проект, который позволил пропагандистской кампании Кремля ликвидировать оппозицию совсем. И то, что сегодня многие продолжают надеяться на возрождение, она возродится в какой-то форме. Это схема, это форма работы ФСБМ, ну, российских спецслужб. С Западом, с эмиграцией, с гражданами России, подродиться. Но в какой-то другой форме. Это, ну вот, как проект, который в свое время создал ГПУ Вычекан, операция Трест. Фильм даже сняли. Это реальный проект. Реальный проект, который привел к созданию оппозиционной, так сказать, организации за рубежом, которая фактически объединяла собой некоторую часть оппозиции. И дискредитировала эту оппозицию. Ну, то же самое с этими проектами типа вот Навального. Вот. Так что просто сидеть и не врать этого недостатка. Это хорошо. Вот. Но как это ни странно, ну, много раз я приводил разные примеры, когда такие косвенные установки пропагандистские, которые казалось бы, никак не связаны с оппозицией, с противостоянием Путину, а иногда даже выглядят как противостояние. Вот. Они, тем не менее, являются имитацией оппозиционной деятельности. ну, вот сейчас там проекты, которые Певчих продолжает, там, Любовь Соболь, борьба не за там, сохранение или восстановление демократии, а борьба с негативными явлениями в Кремле, кремлевскими негативными явлениями. Ну, это как вот в Советском Союзе борьба со стрелочниками это называлось тогда в Советском Союзе. Искать виноватых стрелочников, там, обвинять их в том, что они плохо работают, поэтому происходит катастрофа, не хватает товаров, первой необходимости, ну, и так далее. Борьба со стрелочниками. Такая, такой эвфемизм, который придуман был еще в Советском Союзе. Так. По утверждению украинских каналов, Байден дал Украине очень много оружия. Миллиарды долларов. Причем здесь Трамп? Он не президент США. Алексей Жакуба. Ну, да. Ольга Ну, Алексей обвиняет Ольгу в том, что она переключает внимание на Трампа в условиях, когда надо пытаться понять действия Пайденовской администрации. Ну, пропагандисты довольно часто используют это известный прием переключения внимания. Ха! У Жванецкого, я помню, в каком-то рассказе есть эта формула, и в самый критический момент попросить человека, который с вами спорит, предъявить паспорт. Вот. Чтобы он заткнулся. вы такой эксперт в пропаганде, почему вы не сумели привить народным массам РФ симпатии к либералисту. Вы имеете ввиду к либертарианству. А, Игорь, это то, чем я начал заниматься еще до 91-го года, до ККЧП. Сразу после 91-го года программа партии экономической свободы, продвижения идей либертарианских, программу писал Виталий Найшуль, значит, мы начали продвигать эти идеи, я, как президент биржи, проводил раз в неделю пресс-конференции, только этим и занимался. Газета Коммерсант фактически возникла на моих пресс-конференциях. Они просто каждое слово, каждое направление идеи, действий поддерживали. Союз биржевиков биржевиков российских бирж, которые я создал в противовес красным директорам то, что сначала называлось Вольфским союз товаропроизводителей. Вот мы продвигали эту идею. Нам противостояли, противостояла пропагандистская кампания Кремля. Понимаете, и в 96-м году, когда мы в избирательной кампании начали там с помощью частушек продвигать идеи либертарианские, антикоммунистические, судебные процессы. Не один, много. Суд, специальный суд создали общественный суд по информационным спорам и за частушку против генерала Лебедя, а мы с ним в общем в нормальных отношениях находились. Я даже ему помогал как-то в начале его карьеры. Частушка была такая на предвыборной платформе хрен стоял в военной форме. То ли лебедь, то ли утка, но смотреть и слушать жутко. Ну, такая милая частушка, под гармошку ее исполняли. Там были матерные частушки с запикиванием. Так вот, информационный суд судили и не только за это. То есть это противостояние очень серьезное было. Понимаете, это борьба. Значит, когда мы выступали за открытую экономику против тех, кто боялся превращения России в колонию запада, ну, я выступал на всех форумах, продвигал эти либертарианские идеи. я сражался не только за эти идеи, но и против пропагандистской компании российской. Более того, суд над Валерией Ильиничной Новодворской с 94-го по 97-й год. Это суд в том числе и надо мной, поверьте. суд, который должен был остановить нас, наши призывы к настоящей демократии, к борьбе с этими имперскими мотивами в политике России внутренней. Мы делали все возможное. Нам противостояла отсталая психология общества, которая пропагандистская компания, она продолжалась. Я был помощником Яковлева Оксана Николаевича, сначала Егора Яковлева, он тоже руководил телевидением, это еще в Советском Союзе, потом Александра Николаевича Яковлева. И я это видел. Видел пропагандистскую компанию, которой вели чекисты, эти, знаете, журналисты международники, которые руководили всеми самыми крупными проектами телевизионными, информационными, они продолжали пропагандистскую компанию, антидемократическую. Я об этом Ельцину говорил, что нам нужно самим заниматься пропагандой новой системы ценностей. Не очень дальновидный Ельцин сказал, нет, пропаганды не будет. Ну, мы делали все возможное, поверьте. Меня спрашивают, куда я деньги стратил? Ну, вот, значительная часть денег была истрачена на продвижение идей свободы, демократии. А противостояли нам те, кто не был в этом заинтересован. Тот же самый Борис Абрамович, понимаете, когда он стал владельцем фактически первого канала, он все эти глупости Борового просто запретил. У меня там при Анатолии Лысенко на втором канале было несколько проектов телевизионных. Я их продолжал, а на первом канале мне нам не надо. Тем более этот Боровой он еще мешал продвигать фактически антирыночные заказные проекты. В какой-то момент с Дерипаской начали бороться те, кто просто пытался захватить его, эту империю. Я тогда защитил его, ну выступил в разных местах защиту. Так что делали Игорь, все возможно. Так, потом, ну, вы знаете, я говорю, вы эксперт по пропаганде, делать пропаганду и бороться с пропагандой или диагностировать пропаганду. Это разные вещи. Чтобы делать пропаганду большого ума не надо. Ну, то есть там нужны экспертные какие-то соображения. Но это другая история. Деньги нужны. Вешать лапшу на уши нужны деньги. Я этим никогда не занимался. предполагать, что в России свободу, демократию, рынок можно продвинуть демократии, ну, мне кажется, это очень сильное предположение. Нужно было пропагандировать новую систему ценностей. Но главное, нужно было остановить имперскую пропаганду антирыночную, антидемократическую. А это, извините, это не в наших силах было. Соревноваться с государством в этих вопросах просто бессмысленно. Другие ресурсы. Тролли появились. Да, тут Вовочка видимо где-то нашел из выступления Путина. Да, после того, как я сделал заявление о взрыве домов и интернет был, все газеты просто запрещено было цитировать. Это пресс-конференция, депутатам в Государственной Думе было запрещено ссылаться. Там несколько журналистов какие-то публикации сделали, они исчезли. И через некоторое время Путина прямо на пресс-конференции кто-то из журналистов сказал, а вот Боровой, кто-то из журналистов спросил, а вот Боровой говорит, что ФСБ участвовал во взрыве домов. Это почти единственное свидетельство осталось. Пресс-конференции Путина забанивать, уничтожать, я думаю, они боятся. Тогда Путин сказал, да, надо этого Борового послать разминировать эти заминированные дома. Такое впечатление, что террористы минируют дома, сообщают об этом, и после этого надо разминировать. Ну, смешно это. Такая лапша на уши. Константинов Мадам Попаду присвоила медаль номер один. Илья Пономарев говорит, что Путина в августе свергнут. Ну, маловероятно. Понимаете, как вся пирамида власти в России держится на таком сцепляющем моменте. Это сцепляющий момент Путин стержит. стержень этой пирамиды. И сейчас два источника финансирования режима. Первый источник, он виден всем, это около триллиона долларов. Это сырьевые энергетические ресурсы, за которые Путину платят американцы, платят европейцы. И второй источник, на который я пытаюсь обратить внимание, и думаю, когда придет Трамп, мне это удастся, это доходы от инвестиций еще вот тех двухтысячных, начала, двухтысячных инвестиций путинских и его окружения. Это вот компания типа Ганвар, которые в результате санкций там поменяли якобы владельцы, владельцев поменяли, на самом деле ничего не поменяют. Все только на бумаге. Вот. И там тоже триллионные доходы. И этим надо заниматься. А сегодня пока есть эти доходы, но все окружение, все регионы, они зависят от этих доходов, от этих денег. Каждый день. Понимаете, тот же Сечн, получающий ну вот просто зарплату там 30 миллионов долларов или 28 в месяц. Ну вы думаете он откажется от этих 30 миллионов ради более стабильного положения? Да ему никто этих бездарный совершенно чекист, который управлять скрепками может и доносами. Ну просто ну недоумок. Вот. Вы думаете он будет бороться с Путиным? Никогда. И регионы тоже. Все говорят вот регионы они начнут бороться с Путиным вот эти элиты региональные. Тогда когда прекратится поток денег? Пока все в порядке. Как только он прекратится в августе как говорит Илья Подобарев ничего не прекратится. Поток идет Никита Павлов ну это не смешно звучит я очень хорошо понимаю Илью он хочет ну вот знаете это похоже на то что делал Аристович ведь это неправда была вот та пропагандистская кампания которую он проводил пропагандистская кампания которая должна была мобилизовать народ Украины на защиту морально его поддержать она выполнена этого уровня вот но к сожалению это все-таки очень поверхностная О началась драчка тролли против троллей 13 сентября 85 года упала цена на нефть что привело к банкротству СССР ну да ну вот мы уже с вами об этом поговорили так Константин Вадим Сороколенов Константин Натанович почему Валерия Ильинична не поддержала вступление Украины в Евросоюз согласны согласны ли вы с лекцией Буковского касательно минусов Евросоюза я не помню чтобы Валерия Ильинична поступала против вступления Украины в Евросоюз это не очень ее область понимаете она говорила о том что для нее это ну такая символика при общении Украины к европейской системе ценностей она не вникала вот как Володя Буковский в подробности в детали а Володя изучал этот вопрос и обнаружил документы ЦК КПСС который продвигал эту идею с помощью КГБ с помощью там разных политических инструментов политбюро казалось еще при Брежневе это все началось им казалось что создание Евросоюза это создание структуры близкой по духу социализму к Советскому Союзу такой огромный колхоз в котором начинают доминировать неинтересные вот индивидуалистов так сказать капиталистов неполноценная конкуренция интересы групп чиновников это очень похоже на социализм согласитесь вот поэтому Володя выступал против Евросоюза Евросавкада колхоза Евросоюза там разные были вне зависимости от Володи знаете в девяносто шестом седьмом году я часто бывал по приглашению чиновников Евросоюза администрации нас демонстрировали там проекты эти Евросоюз был в процессе формирования и уговаривали и когда я сказал ну вы же понимаете что такое либертарианская позиция это конечно не позиция поддержки Евросоюза Евросавка Евроколхоза я просто перестали приглашать когда я там в статьях выступлениях просто осмеивал эту идею вот но для Валерия Ирлинишна вступление Украины в Евросоюз это символика приобщения Украины выхода Украины из-под влияния советской империи так революционеры задают вопрос Константин Натанович а в какой стране можно жить нелегально и что при этом не депортировали не знаю Сингапур независимо от материкового Китая я был я сказал в Сингапуре я был еще в то время когда довольно жесткое регулирование государственное там было был процесс сейчас все смягчилось все меньше я встречался с этим как его Ликванду да с лидером который создал этот Сингапур он захотел он же был на пенсии захотел поговорить о России это был 91 92 или 3 год начало самое вот Сингапур да это китайцы в основном там 70% китайцев мы при СССР в Эстонии легко принимали финское телевидение а радио Швеции вообще принималось без помех ну да в этом смысле Эстония Латвия Литва находились конечно в преимущественном положении во-первых период оккупации все-таки до 80-го года до 85-го это 45 лет это не то же самое что там 70 лет понимаете это одно поколение еще живо то поколение которое жило в свободной стране старики еще способны рассказать как это было в нормальном государстве хотя все эти государства пережили вот этот начальный период оккупации сначала в 39-м году а потом в 45-м когда вычищалась так сказать интеллектуальная элита государственные лидеры общественные лидеры Советский Союз КГБ очень внимательно к этому относился никого не пропускал там в момент оккупации там несколько десятков тысяч просто уничтожались и депортировались там сотни тысяч это было да так так Сергей Рылов кажется некоторая часть голосов на выборах в США прилипают демократической партии они достаются републиканцам только благодаря их названию использовали слово демократия не пора ли их переименовать вы знаете в семнадцатом году я столкнулся с этим явлением меня был как мне казалось хороший знакомый Василий Гатов такой молодой человек пресс-секретарь у одного из бизнесменов известных он занимался социологией вдруг он пришел ко мне в ленту и начал какую-то пропаганду очень агрессивную такую невежливую как вам не стыдно выступать против демократии я говорю против какой демократии против демократии демократической партии а потом мне показалось он просто с ума сошел он как-то пришел и написал в открытом пространстве Константин Натальевич так вы фашист я ему пишу Вася дорогой что случилось почему я вдруг стал фашистом вы поддерживаете фашиста Трампа я вам честно скажу я даже спорить с ним не стал заблокировал как только мог вычистил его отовсюду где возможно ну то есть человек принял вот эту религиозную установку демократической партии он эмигрировал в США по всей видимости либо попал под влияние демократической партии либо просто вошел как многие некоторые договорные отношения его поддерживали за то что он занимался пропагандой был еще один случай тоже там возникла эта тема демократы демократия ко мне в ленту это 16 или 17 год тоже пришли молодые люди много целая команда группа их лидер написал мы либеральная тусовка Бостона мы хотим с Варей поспорить вот демократы демократическая партия вы выступаете против демократии ну я что-то ответил и против меня стал довольно резко выступать их еще один лидер который говорил что он плохо знает русский язык и он начал писать какие-то ну очень невежливые посты обвиняя меня в чем-то но его ошибки в русском языке они были странными такими необычными которые невозможно было бы получать автоматическим переводом и установки тоже такие ну какие-то знаете советские я попросил своего программиста который сидел в Москве в то время ну посмотреть что это за человек почему вдруг потому что у него все закрыто скрыто было какой-то такой конспирировался очень сильно мой программист вдруг говорит о он работает с сервера с российского он с большой вероятностью фсбшки я прихожу в эту тусовку которая у меня расположилась в ленте вот и говорю что ребята ваш руководитель сидит на лубянке в здании фсб те значит не может быть я говорю ну вот кто с ним виделся вот с этим человеком казалось никто не виделся кому-то казалось что он виделся с ним но не виделся вот и вдруг один из них мне задает вопрос говорит а как вы это определили я говорю ну влез в его хосты программист это выполнил в фейсбуке и оказалось что он работает через российский сервер фсб и вдруг он мне пишет мы будем подавать на вас суд я говорю за что пишу за то что вы используете хакерские нечестные приемы так сказать вот в своей деятельности я ему пишу так я обнаружил что среди вас есть фсб шник вы меня благодарить должны за это нет мы будем подавать на вас в суд я говорю хорошо я буду подавать заявление в фбр на то что вы значит группа активистов под управлением офицеров фсб и я делал ссылку для фбр вот такую на нашу дискуссию всех блокирую чтобы нельзя было уничтожить вот и приходит этот молодой человек уже с другого аккаунта созданного специально и начинает ругаться ну просто грязным матом ну он американец но мат видимо или не забыл или его научили вот так что о чем мы говорили а слово демократия ну вот слово демократия они использовали это в своей пропагандистской кампании демократы давайте дальше я буду стараться отвечать коротенько иначе мы значит этот ролик будет опять на 2 часа как вы думаете где военный конфликт неизбежен в Казахстане или в Прибалтике дорогой Владимир Корсенко если к власти придет Трамп республиканцы никакого конфликта не будет если у власти останутся демократы конфликт будет и в Казахстане и в Прибалтике коротко так настоящее советское а это терки здесь не буду комментировать Прибалтика в НАТО какой конфликт может произойти вы знаете если у власти останется демократическая администрация мы видим как она реагирует на нападение ну даже на собственные корабли американские корабли хуситов не реагирует ну моделирование ну несколько вариантов моделирования этой ситуации с возможностью начала конфликта показывает что это возможно эстонцы сами посчитали что реакция НАТО при начале конфликта произойдет через 72 часа через трое суток за трое суток Путин может захватить всю Эстонию там какой танковый бросок бомбежки и что будет делать НАТО при демократах она организация выразит соболезнования эстонскому народу возмущение действиями Путина может быть предпринутся какие-то так сказать действия а может быть и нет может быть вообще ничего из Финляндии то же самое Казахстан вообще не защищен никак Китаем может быть там вот единственная надежда на Китай и мы видим что Такаев сейчас так сказать сидит на двух стульчиках но все-таки старается поближе к Китаю расположиться Китай менее агрессив Китай агрессивен экономически политически а Путин в военном отношении военной базы войска Сергей Орлов многие американцы не считают республиканскую партию демократической потому что вторая партия присвоила себе это слово и говоря и защищая демократию невольно воспринимается как деяние демпартии Сергей ну да многие американцы этот термин я очень активно вводил и в общем в русскоязычном интернете довольно успешно и есть какое-то воздействие и в американском интернете это социал-демократическая партия социалистическая партия это не американская партия она очень серьезно деформирована начало деформирование от Обама а при Байдене при Трампе в рядах демократической партии вот тот короткий момент когда у них было большинство в нижней палате Конгресса эта деформация была завершена вы когда на картах Таро гадали да недавно совсем меня попросили я гадал ваши местные балтийские коммунисты не участвовали в оккупации стран Балтии и про большие разве СССР участвовали да местные коммунисты стран Балтии конечно но понимаете вот оказался это отдельный путь эффективный просто публикации всех материалов всех материалов связанных деятельностью КГБ все что КГБ не эвакуировало все данные которые у них были прямые косвенные взяли опубликовали все все эти КГБшники немедленно заткнулись никто их не слушал и никакой борьбы против превращения Эстонии в колонию Финляндии никто не проводил хотя Финляндия и Швеция начали покупать землю покупать компанию и первый момент казалось что ну да будет такой филиал Швеции Финляндии Эстония там нормально бизнес начал развиваться свой все было нормально как вам открытие Олимпиады ну мне это очень нравится но это не Алан это тема далекая от того чем занимается наш канал скажем так мягко Какие ошибки Татьяна Глушкова спрашивает по вашему делает Трамп сейчас в предвыборной гонке Как можно предотвратить фальсификацию на выборах учитывая ошибки республиканцев на прошлых выборах Ну Татьяна вроде бы делается все возможно чтобы предотвратить эту фальсификацию делается все возможное чтобы создать эти штабы республиканские Я вижу что ну по максимуму так сказать действует республиканская партия Я бы хотел Ну вот это не ошибка а это там часть работы которую они и пока не знают как делать мы подскажем вот эти инвестиции чекистов в западную экономику огромные триллионные демократические демократические партии их не видят по принципиальным соображениям просто не хочет видеть потому что находятся в договорных отношениях с Путиным республиканцы не находятся в договорных отношениях с Путиным поэтому мы им поможем увидеть речь идет о триллионах долларов понимаете компания которая была куплена в начале двухтысячных годов за 250 миллиардов сегодня через 20 лет стоит уже я думаю несколько триллионов и соответственно прибыль у нее триллион в год одна компания ну вот обратите на нее внимание тыкнуть пальчиком и это то что я обязательно сделаю когда от меня будет зависеть что услышат республиканцы о взаимоотношениях с Путиным вот друзья ну с троллями ну сами разбирайтесь ну а ты на ты портагеносы путинские не надо троллей кормить тем более что они мои не кормите моих троллей тимур россия скоро конец в регионах уже по 20 процентов таджиков узбеков дорогой тимур может быть спасением россии понимаете и китайцев еще там много константин натальевич на дожде это как александр дугин на радио свобода не знаю меня не приглашают на дождь на медузу на живой гвоздь но это характеризует эти радиостации эти там информационные центры ну характеризует их не самые лучшие страны я не особенно рвусь захотят пригласят я думаю что пока я даже представить не мог что аудитория Борового и Поднебесного пересек кто такой Поднебесный не знаю аудитории пересекаются самым причудливым странным образом поверьте я вижу пересечения ко мне приходят какие-то поспорить какие-то там радикальные националисты не называя себя по имени ну один из лидеров националистов российских он здесь присутствовал и у меня с ним пересекается аудитория ну что же сделать аудитория подписчиков аудитория друзей я специально создал канал в фейсбуке где записывал друзья всех желающих это резервный канал там много друзей которые поддерживают Путина борются с Украиной ну что я могу сделать потихонечку убираю их когда вижу что они хамят Алексея Диракова в случае чего Зеленскому есть куда и с чем бежать а вот простым украинцам бежать будет некуда дорогой Алексей Диракова во первых Зеленский уже показал что он не готов бежать в случае опасности ему не самолет нужен или не такси а оружие он молодец вот и во вторых понимаете ситуация не очень однозначно с народом Украины Путин конечно выполнил великую миссию консолидации общества украинского но тем не менее значительная часть обывателей в любой стране так им все равно кто власти вот здесь Соединенных Штатов демократы республиканцы какая разница я встречал таких много вот когда по карману его ударила вот эта инфляция когда он увидел что там бензин был 3 доллара стоило 6 но он как-то расстроился понимаете и сказал не нам это не нравится или в магазине его сигареты стоили там ну не знаю хлеб мясо стоило там 10 долларов стало 20 его любимые кусочки сказал не это мне не нравится обыватели тут что делать поэтому в критической кризисной ситуации украинцам будет куда бежать но немногие побегут понимаете именно потому что адаптироваться к путину к к этому авторитарному режиму который может возникнуть в украине легче чем начинать жизнь сначала на новом месте Тимур я в общем инвестировал в российские акции минус и получил минус лимон миллион теперь вынужден был посещать собеседование по продажам узбеки и таджики ну это же лотерея мне довольно часто и раньше задавали этот вопрос и в общем относительно стабильные времена в России стоит ли инвестировать я отвечал честно это всегда лотерея всегда завтра Ельцин обрушает рынок переставит финансировать коммунистические регионы будет нечем и все сосут лапу как это было в 98 году или как это было в 94 году после на вроде так так директор заславская мосбиржа упала с яхты в Москве случайность не знаю уничтожение славян и христианства кто пишет Тимур какой Тимур интересный русский патриот Алексей революционер он из Мальцев да Мальцев нанес ущерб серьезный ущерб лично партия которую я создавал партия народной свободы он много раз просился на дискуссии на интервью я с националистами с русскими мне нечем с ними спорить все революционер соглашается да так Тимур ненавеет западную цивилизацию белых людей не знаю о чем так кстати Тимур Путин комплексует касательство своего низкого роста носит знаменитые высшие ходы и псом был высоким да друзья ну не надо не надо поддерживать троллей который кого-то пристрелил охранники Тимур нет это не наш путь Тимур кого-то пристреливать зачем это решает какие-то проблемы тенденция поправения Соединенных Штатов отказа за зал демократов социалистов это общая тенденция это через некоторое время будем удивляться что существовали люди Соединенных Штатов которые хотели социализма хотели поддерживать вот ту демократическую партию так друзья на этом все еще раз напоминаю пожалуйста не помогайте деньгами не надо денег нет помогайте лайками с сносками с значит привлечением на ютюб канал новых как там это называется подписчиков вот пожалуйста выполняйте свою работу я ничего от вас не требую из невозможного но уж ту часть работы которая от вас зависит пожалуйста выполняйте всего спасибо спасибо